Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители, кто смотрит нас на канале YouTube и на канале Facebook. Сегодня очередная программа интернет-портала центра Сангейтс и у микрофона Михаил Мелехов. Ну а на связи Беларусь, Минск и парапсихолог Маки Волшебник Инесса Алиева, которая ведет свои исследования. Мы в прошлый раз говорили, я хочу напомнить о том, что такое зеркала, что такое портреты. Ну а сейчас мы уже будем говорить о том, что, вообще-то говоря, кто этими вопросами может заниматься и как люди могут, вообще-то говоря, к этому, так сказать, прикоснуться. Ну, во-первых, давайте поздороваемся с Инессой. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители. И все те, кто нас слушает. Господин Мелехов! Да, да. Можно без господина, можно просто. Товарищ. Это такое обращение, к которому мы все привыкли. Я, в частности. Так вот, Инесса, поведайте нам о магии. Что такое черная магия? Потому что как-то все это кажется каким-то образом, ну что ли, негативно почему-то. Не знаю, люди, когда говорят о магии, то, значит, вот всплывает такое понятие, как черная и белая магия. И почему-то вот черная считается негативной. Как я понимаю, черная магия – это те люди, которые, ну, в этом понимают, разбираются. Они общаются с миром потусторонним или, скажем, с миром людей, которые уже ушли из этой жизни. Это так? Значит, я хочу вам пояснить немножечко, коли вы затронули вопрос вот именно черной магии, то разделения как черная, так и белая. Они, в принципе, ничем не отличаются. И нечего этого бояться. Черная, белая магия, она, естественно, используется именно во благо. Если мастер или там человек, который просто хочет вот именно творить добро. А черная магия, она конкретно направлена на то, то есть используется черная сила, используются черные помыслы и конкретно направлена вот именно на черные дела. То есть как бы сама по себе черной магии не надо бояться. Все зависит вот именно, что вы пожелаете и что вы в эту начинку положите. А что такое черные дела? Черные дела от человека зависят его помыслы. Вот, к примеру, хочет человек, там, ну, пришел ко мне, к примеру, пациент, и он просит. Вот сделайте меня, мне нужно уничтожить человека, да, и мне нужно вот набредить человека. То есть его помысл вот именно темный. И, естественно, он прибегает к мастеру, чтобы сделал это черное дело. Вот это и есть черная магия, черные дела. То, что как бы используется вот именно внутри человека, направленное на что-то плохое. Ну, вы знаете, смотря, скажем так, ту самую пресловутую битву экстрасенсов, я вижу о том, что в разных битвах, ну, там появляются люди, которые не стесняются себя называть черными магами. И они как раз говорят о том, что в этом нет ничего плохого, просто это, ну, определенная методика. Если вот такие вот люди, которые направлены черной магией только на совершение каких-то злодеяний, так зачем тогда, во-первых, их приглашают в эту битву экстрасенсов, а во-вторых, почему они как раз-таки этого как раз не стесняются? Ну, как все знают, что вот именно звуча, само слово «черная магия», значит, оно что-то очень-очень сверхъестественное и сверхсильное. И за счет вот этого, то есть имея вот этот статус, значит, все будут бояться. То есть само как бы человека сила. И естественно, черный, то есть белый маг, подразделение белого и черного, это, ну, как бы кто-то творит белые дела, светлые дела, кто-то творит темные дела, через черную магию вызывая. То есть если человек через белую магию, то он прибывает к Богу, он к святым, к ангелам, к архангелам, то есть вот это считается как белой магией. А естественно, черная магия, он обращается к кому? К сатане, к черту, к дьяволу. Ну, то есть как бы черным силам. Таким образом. Поэтому здесь, ну, естественно, и плюс, если белый маг, то он использует светлые силы, а черный он и использует темные силы, то есть подвторонние силы. То есть это, короче говоря, с черными магами категорически дело не рекомендуется иметь, они все, все вот такие вот гады, все из себя плохие. Но вы же видите, все черные маги, они немножечко такие устрашающие, как бы боители, и вот не подходит. Вы знаете, Инна, я вот на вас смотрю, и точно знаю, что вы не черный маг. Ну, вот такая у вас добрая улыбка, и такое у вас отношение к этому вопросу. Но тем не менее, тем не менее, существует, собственно говоря, другая точка зрения, я об этом читал, о том, что именно черная магия – это неплохо. Опять же, как себя люди называют, опять же, как они себя позиционируют, и есть люди, они просто как бы черная магия, именно потому что они имеют дело с потусторонним миром, с миром умерших, но их все деяния и все их практики не направлены на оказание какого-то зла. Скажем, белые маги считаются, они не, будем так говорить, они не имеют дела с, именно вот с этим миром умерших людей, они не имеют дела с духами, они просто вот в этом мире, и они, ну, обладают определенными качествами. Поэтому, значит, ну, давайте мы тогда о них не будем, о черных магах говорить, давайте мы поговорим о белых магиях и какие арсеналы находятся в, ну, хотя, если вы можете сказать о черных магах, какие есть арсеналы, допустим, и у тех, и у других, которые, ну, можно использовать во благо, естественно, не во вред. Значит, с белой магией, как я вообще говорила, то есть, как бы, естественно, употребляются, то есть, как бы там, ну, то есть, ритуал делается, это обращение идет к Богу, то есть, читается и молитва, или читается определенный какой-то заговор, и, ну, то есть, как бы, обращение вот именно к светлым силам, то есть ангелам, архангелам. То есть, и плюс еще, то есть, концовка вот с белой магией, что можно определить, если слово идет о них, да будет так, это, ну, как бы, это белая магия. С черной магией тоже, как бы, использовать черную магию тоже очень можно, И не надо ее бояться, она как бы не… Единственное, что я как-то говорила, что помысл у человека самого, да, во благо чего, плохого или во благо хорошего, то есть она направляется. Поэтому здесь конкретно, то есть черная магия, она на самом деле, разницы нет, то есть и белой магии тоже можно сильнее ее как бы использовать, но в черной магии, то есть есть ритуалы, то есть взять эту приборожку там, это конкретно черная магия, то есть ее, невозможно без нее как бы обойтись. Или тоже самое вот, ну, ситуацию взять, если различить, вот, то есть поэтому различить, как бы сами мастера знают как вот именно, ну, использование вот этой магии. Если вот даже приходит ко мне, к примеру, там, пациент или звонит, там, пациент спрашивает, вот вы можете мне вылечить, вот у меня сын, он, например, запойный, да. То есть я не могу, и все, все от этого страдают, дома дебоширят, всякие неприятности дома. Или там тоже самое, как взять наркомана, да. То есть мне нужно его вот как-то без его ведома, его направить на правильный путь или его, ну, исцелить. Это, естественно, то есть это против воли человека используется, и конкретно это используется черная магия. Потому что если идет против воли, значит, ну, то есть, ну, во всяком случае мы ее направляем как бы на благо. Но все равно это считается черной, все равно какой-то отдачей все равно должна быть. Если используется черная магия, пришел человек, и он сам его волей, да, конкретно, вот хочу я там то-то, то-то изменить, я хочу наладить судьбу, я хочу как бы это вот, изменить что-то там, судьбу детей, вот не ладится там судьба. Значит, человек вот именно хочет положительным, он должен исправить судьбу. Это тоже используется черная магия, но благо. То есть, таким образом. Поэтому здесь все зависит вот именно от самого человека, от заказчика, если он пришел вот именно не вредить, да, есть ритуалы, которые используются конкретно, они из черной магии как бы взятые, да, они используются на положительное, значит, ну, это не считается вот именно как бы плохие. Ну, уже, естественно, почему боятся тех же чернокнижников или черных именно магов чернокнижников, да, потому что, ну, они, к ним, как говорится, спрос, потому что они умеют, любят вредить. Ну, то есть, как бы, не задумываясь о той отдаче, которая может быть потом, ну, пойти на поколение и, ну, как бы, зарабатывать на себе нехорошим образом. Таким образом. Хорошо. Иннаса, скажите, а кто такие ведьмы? Ведьмы, 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 это те же самые колдуны. Это колдуны, это хорошо или плохо? Колдовать. Это хорошо или плохо? Ну, ведьмы, ведьмы, вы знаете, что они, как бы, считаются как нехорошими. Нехорошими? Нехорошими. Нехорошими. Ага. Понятно. А вы знаете, что от слова «ведьма»… Веды. Да, слово «веды». А «веды», вообще-то говоря, ну, изначально так уж получилось, изначально «ведьмы» — это женщина, которая обладала знаниями, вот скажем, ведунья. Вот это женщина, которая знает «веды». Это сегодня приобрело какой-то такой нарицательный характер, вот такое слово, когда говоришь «ведьма», как-то в головах у людей сразу вот это… Да, сразу, сразу. Сразу как-то плохо, да. Да, вот я помню, там «Волшебник из изумрудного города», по-моему, да, там была Гингема Бастинда, да, вот они всякие там гадости там делали, да, а в то же время были светлые, да. Но, тем не менее, не все, наверное, ведьмы, да, они вот все такие вот как бы плохие. Есть и добрые. Есть и добрые ведьмы. Понятно. Хорошо. А скажите, к вам обращаются, обращаются ли к вам с просьбами, ну, сделать, не снять, допустим, какой-то, как это называется, не приговор, как это называется, вот… Приворот. Приворот. Да, не снять, а наоборот, сделать приворот на кого-то. Обращаются. Да. И как? Конечно, обращаются. Вообще, это как-то даже, вот, был один момент, вообще, начало 2000-х годов, конец 90-х и 2000-е начало. Это вообще был конкретный пик, что на этом были люди вообще поднешены. Сейчас оно как-то так, как бы немножечко меньше такого, как бы, не знаю, может быть, люди стали как-то меняться, может быть, ну, что-то изменилось как-то, но на самом деле очень много людей обращаются вот именно за приворотами и обращаются, ну, естественно, когда имеются треугольники, когда очень сейчас тенденция такая, что разница в возрасте, то есть мужчина должен где-то 30-20 лет старше быть, потому что он финансово обеспеченный, молодые девочки, естественно, хотят хорошей жизни. Приходят конкретно, готовы ли вы ей деньги заплатить, просят, пожалуйста, помогите, лишь бы только этот мужчина был со мной. Когда с человеком беседуешь, начинаешь ему говорить, вы понимаете, ну, то есть это, вы понимаете, куда вы себя, ну, 30-35-25-20 лет разница, у вас будут разные как разрушения ваши, разные как бы потребности и все остальное. То есть вы понимаете, куда вы летите, и вы понимаете, что потом вы поиграетесь, это игрушечка ваша будет, да, а потом этого человека вы выбросите. То есть все привороты, все, вот именно, они все равно потом дают обратную силу. Естественно, то есть человек приворот на сильный люб не будет, но на определенного какого-то момента, смотря делается, приворошка делается на разные сроки, то есть есть вечная, есть определенный какой-то срок, да, вот тогда это действительно, ну, как бы они задумываются насчет вот этого всего. Нет, конкретно, сделайте нам, помогите нам, мы готовы все, что вы скажете, мы сделаем. Да, я сколько раз даже объясняла, что вы понимаете, страдать будете потом в последствии и вы, и этот человек, но когда пойдет, вот именно, ну хорошо, я в принципе себе защиту поставлю, да, но когда пойдет обратно, вот человек просто, ну надоест ему быть марионеткой, и он просто пойдет, ну, отделывать это все, да, что результат это будет ваш бумаг, вам вернется вот это все. нет, нет, ну то есть одно некое, живут вы просто-напросто, нет, и все, мы готовы, пожалуйста, сделайте. То есть, ну, очень-очень много. Я хочу сказать, что эти варианты я стараюсь как-то, ну, как-то человека по-другому немножечко направить, то есть, ну, или направить к Богу, или немножко по-другому, чтобы, ну, стараюсь как-то, ну, я как-бы берусь за это дело, но когда вижу ситуацию, там, как-бы ситуация, когда касается там суицида или еще чего-то, а так, в принципе, ну, стараюсь как-бы от этого отходить. Понятно. Ну, то, что вы говорили. А еще больше, ну, то есть, как-бы вот, очень люблю работать с имениками, почему, потому что когда треугольники, это интересно, ну, то есть, бывает такая ситуация, ну, даже для себе вот эксперименты такие, ну, то есть, как-бы жизненная, как говорится, практика, да, вот приходит очень много тоже женщин, когда сейчас тоже это очень, ну, как-бы распространено, любовники, любовницы, эти женщины страдают, но самое страшное, вот то же самое ситуация, как я говорила, мужчины 60-50 лет уходят от своих женщин, мужчина еще 50-60 лет, он еще полный расцвет ее, ну, женщина, она уже, естественно, там старуха, и, ну, некоторые пытаются как-бы себя как-то обновить, как-то себя обладать, но все равно, возраст свою дают знать. И вот когда люди прожившие 20-30 лет, да, 40 лет, это очень тяжело. Приходят даже такие женщины, которые конкретно, ну, то есть, как-бы готовы тоже за любые деньги, но здесь сохранить вот эту семью обязательно можно, мне даже очень, ну, с удовольствием хочу этим людям помочь. Бывает такое, что то есть еще ситуация, люди вот определенного какого-то момента прожили жизнь вместе, да, ну, они уже стали неинтересны, то есть, есть определенный такой участок жизни, которые прожили эту жизнь там в 10 или 20 лет, все, они стали неинтересны, то есть, гармония не оборвалась. Тогда тоже, ну, приходят женщины, просят, ну, хочется хранить семью. Если маленькие дети, естественно, я обязательно берусь, потому что, ну, стараюсь как-бы отсеять, убрать вот именно соперницу, эту информацию убрать, которая будет была. Если уже взрослые дети, если люди неинтересны, тогда уже тоже пытаюсь как-то наоборот оттуда сделать или, ну, как-то показать, что уже, как бы, ну, и всяк их жизнь не напустит вместе. То есть, так не надо. Поэтому, ну, это практикует, да. Понятно. Скажите, такой вопрос, а научиться магии можно? Или это надо вот прямо вот? Магия, она, вы знаете что, магия, она повсюду. Магия, вы понимаете, это жизнь, это вы живете, вот вы планируете утром встали, вы планируете, вот я пойду завтра туда-то, я сделаю это, я сделаю это. Только все зависит, как вы это вложите. То есть, ваша вот именно начинка здесь. Магии любой может научиться, но, знаете, естественно, человек, который, он, как бы, есть у него сверхспособности, у него нужно это развивать. Ну, то есть, ему, его надо этому учить. Ну, я хочу, мы, по сути, все принесли в какой-то степени магии. Да, здесь все именно в нашей, как говорится, головке. Желаем, делаем, все. То есть, вот именно наше внутреннее. Ну, на самом деле, очень хороший ответ. Это действительно так. Даже я приятно удивлен. Да, магия, это действительно везде. И каждый из нас маг, только в какой-то больше-меньшей степени. И какие-то экстрасенсорные способности, безусловно, есть у многих, или почти у всех, только человек об этом не знает. Но вот если он хотел бы развить вот свои паранормальные, экстрасенсорные способности, как можно этому научиться все-таки? На интернете или надо брать учителя какого-то? Ну, вот человек хочет просто для себя это сделать. Я не говорю о том, что он хочет научиться быть магом и управлять кем-то другим. Значит, я хочу сказать, знаете, сейчас литературы очень много. То есть, как бы начинает начитаться много, ну, то есть, тех же пособий, тех же книг. То есть, там, «Чёрная», «Белая», «Магия», «Папица». Ну, то есть, любая, как вы говорите, начинка, которую вы хотите, вот именно, что вас интересует, вы тоже, верно, можете в ней найти, и тоже, верно, то есть, в электронном варианте книжном тоже можете найти. Да, но человек, который хочет вот именно стать на этот путь, он не лёгок этот путь, он вообще не лёгок этот путь, да? Всё зависит вот именно, как вы развить всё это можете, без проблем. Но отдача очень хорошая, ну, то есть, нехорошая отдача. То есть, всё равно, те же люди, которым именно занимаются белой магией, они говорят «белая» так, ну, то есть, как бы «хорошая», да? Они вообще, они это страдайте, это несчастные люди. Тот, кто связан вот именно, как бы, с «Чёрной» магией, да? Он отдал душу дьяволу. Да, всё будет вот именно, как бы, по щелчку, как захочу. Ну, то есть, он всё равно потом, как бы, наработает на своё, тоже же, говорится, на далёкое-далёкое, говорится, будущее своих детей и муках, ну, и далее. Поэтому здесь, как разить, это всё можно. Но, естественно, это развивать нужно вот именно, что человек, который ведущий. Да, ведущий в этом. Естественно, то есть, есть определённые какие-то школы, есть определённые, как бы, какие-то учения, тренинги. Ну, вот человек, постепенно, духовно, он к этому чему-то приходит, если он там лет не будет тянет. Но, в первую очередь, да, если у человека вот именно тем умыслом, вот именно, как творить, ну, разделение почему? Вот «Чёрной» и «Ёлой» магией. Вот вы даже на «Люберях экстрасенсов» видите, как бы, разделение, да? Белое и чёрное, да? Все то, что в чёрном, они, ну, и чёрное одеяние, чёрный мантик, чёрный, да? И даже мысли, даже вот сами вот видно, даже с ними в какой-то степени неприятно даже общаться. То есть, это заметно, да? И здесь, как бы, а белого человека тоже, его, понимаете, обязательно человек духовно должен быть подготовлен к этому ко всему, да? Он чист должен, во-первых, он должен правильно тоже по питанию, то есть определиться с тем продуктом питаться, который дает действительно энергию, который у человека именно как очищается, да? И вторая ситуация, его помыслы, его движения, его мысли, ну, всё полностью должно быть положительно. Вот тогда, то есть потихонечку он будет развивать там интуицию, то есть, ну, всё как бы по ступеньку. Но нужно идти вот именно, то есть не саморучкой быть, а именно как, ну, стараться как с мастером. Потому что люди, которые вот раньше были, там, ведомые ведомницы, там, ну, это деревенская магия, да? То есть штучки, да? Оно и до сих пор есть, они, то есть, с этими людьми приятно общаться, очень, ну, то есть, как бы, хорошо много чего по старинке научиться. Ну, и сейчас уже практики немножечко другие, естественно, то есть, и человек, который совершенствуется, естественно, он идёт дальше по ступенькам. Понятно, но если бы, Инесса, вам предложили открыть школу магии, вы бы согласились? Ну, может, в какой-то, естественно, не бы училась бы, немножечко на верстала на практику просто. Да, я, как бы, не вела там программы, не вела... Программы вела, но они не такие, как бы, больше такого познавательства плана. Ну, я думаю, что, да, тут ничего такого познавательства нет. Просто на практике, естественно, этому по всему надо. Возможно, может быть, и делаю бы, да. Так, дорогие друзья, телефон центра Сангейтс 847-226-9956. Кроме этого, скайп центра Сангейтс, это Сангейтс, солнечный оборот на конце буквы Сангейтс 1-08. Кто хочет поступить в школу магии, записывайтесь, звоните, обращайтесь. И мы вот скоро уже, вот, ловлю Инессу на слове, она будет готовиться, и мы начнём занятия в школе магии, белой, естественно, магии. Кстати, вы знаете о том, что в истории был случай, и очень известный и очень негативный, скажем так, человек, мягко говоря, да, которого звали Адольф Гитлер, он уже 18 лет был магистром чёрной магии. Ну, и есть, опять же, ну, легенда, не знаю, но, тем не менее, есть какие-то вот такие вот, где-то я читал, о том, что... Доказательства есть, да. О том, что, нет, доказательства есть, то, что он обладал качествами, без сомнения. Много доказательств есть, у меня даже есть некоторые там в блоге, лично в моём блоге на sungatesradio.com есть кое-какие статьи. Но говорят о том, что он даже продал душу дьяволу, который дал ему такую возможность стать, ну, практически властелином мира. Причём это было совершенно невероятно, он был неизвестен до Толи. И буквально в течение, ну, пяти там или шести лет он завоевал такую известность, такую... Он действительно чуть ли не покорил весь мир. И маленькая Германия, как бы, вот, действительно, это было. Но, опять же, этого никто не знает. Но это всё очень и очень чревато, поэтому, дорогие друзья, мы будем заниматься только белой магией. Ну, и, наверное, последняя, Инесса, к вам, вы, так, в нашей такой частной беседе, вы говорили о том, что у вас есть масса знакомых в битве и в битвах экстрасенсов, которыми мы можем даже пообщаться. Как у нас дела с этим вопросом обстоят? Когда будем общаться? Значит, обстоят, не буду пока говорить человека, я думаю, что сейчас пока на отдыхе. Ну, один и два человека где-то с вами, может быть, пообщаются. А может быть, это будет как общий такой чат. Ну, было бы, вот именно я хотел сказать, как раз было бы интересно, когда мы бы, ну, вот ещё кого-то пригласили, и мы бы вдвоём, втроём, я знаю, пообщались. Ну, опять же, у нас в планах есть такая презентация в школе, что ли, ну, не просто в скайпе, а вот на большом экране, уже действительно у нас в помещении, мы пригласим людей, и мы будем общаться. Ну, и опять же, у нас 30 августа, воскресенье, состоится... А у вас это с днём? Да, случайно так оказалось, я не придумывал специально для этого. Но вот 30 августа у нас состоится такая, что ли, ярмарка, ярмарка людей, которые будут прямо у нас в центре Сан-Гейтс, в Чикаго, на пересечении улиц Данди и Милуоки, в Уиллинге. И они будут вот к нам приходить, они будут иметь своё место, и люди, которые придут туда, смогут пообщаться с такими людьми. Я надеюсь, что Инесса Лева примет в этом тоже участие. У меня есть секретная комната, из которой вот мы ведём эти все трансляции, радио. И несмотря на то, что это событие будет только для американцев на английском языке, но, тем не менее, я за собой оставляю право использовать эту комнату и общаться только с теми людьми, которыми мне интересно общаться. Я не сомневаюсь, будет интересно общаться с нашими радиослушателями. И это будет на русском языке. Я, хотя Инесса владеет многими языками, но вот как раз таки теми языками я не владею. Поэтому нам нужно будет... Поэтому общий язык не переживай. Да, 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 это другие языки. А скажите, вот у вас, кстати, не надо говорить откуда, из каких стран, но ваша аудитория, она по большей части всё-таки где находится? На территории Белоруссии, России, Соединённых Штатов, Турции, я знаю, Азербайджан, где ещё? Ещё где Ливан, потом что есть Ливан, Сирия, ну Россия, естественно, Доминикана, Коста-Рика. Ну и это не только русскоязычное. То есть по всему миру. И это не только русскоязычное. В Германии, да. Много где. Просто что я говорю, я в принципе стараюсь вообще... Я стараюсь просто-напросто, ну как бы ведётся своя книжечка общая. Ну я вот человек, как говорится, решила проблему человека, всё, я вычеркнула. Поставила птичку, что всё, человек, слава Богу. Кстати, человек, который приезжал вот с Америки, с Чикаго, да, у женщины было как бы онкозаболевание. Слава Богу, мы разрешили эту проблему. То есть я думаю, что человек приедет с вами встретиться, Михаил, и всё расскажет. Можете поспрашивать. Да, так я могу этого человека и на радио пригласить, может быть? Возможно, без проблем. Так, хорошо. Вы её увидите где-то в 25-х числах, я думаю. Хорошо. Была такая песня, есть такая песня. А давайте бросим всё, пойдёмте к Эле. Ребят, давайте бросим всё и поедем к Кенессе. Она нас научит, она нас исцелит, она нам поможет. Ну, на самом деле для этого не обязательно ехать куда-то, для этого надо всего лишь нам позвонить. Я ещё расскажу, телефон это 847-226-9956. Вы нам можете написать, вы можете пойти на Facebook и набрать SunGate Radio, набрать SunGate Center, набрать, ну, можно и меня даже набрать, Майкл Мелехов в Facebook. Ну, и с удовольствием, с удовольствием будем общаться. Ну, и, значит, очень благодарен я вам от меня, так сказать, лично и от имени всех наших радиослушателей за ваше время. И то, что вы в своём таком очень и очень занятом расписании и таких, в таком количестве стран, которые вы только что вот огласили, находите время для вот такого маленького городка Чикаго. Я шучу, и дальше такой маленькой студии, которая находится у нас в городе Чикаго. Ну, и ещё раз спасибо вам большое. До новых встреч. Всего доброго, до новых встреч. Всех вам благ. Хранит вас всех, Господь, кто меня слушает. Спасибо, взаимно. И помогает. Всего доброго вам. До свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»